Топливно-энергетический комплекс остается одним из главных источников благосостояния нашей страны. Поэтому положение дел в энергетических отраслях традиционно привлекает всеобщее внимание. Сегодня, когда остались считанные дни до столетия Великой Октябрьской социалистической революции, уместно вспомнить, что наш ТЭК – это прежде всего наследие советской эпохи. Наша страна богата минеральными ресурсами. Благодаря этому в XIX веке царская Россия стала одним из пионеров добычи нефти в мире, но быстро о себе дала знать экономическая и технологическая слабость Российской империи. Нефть попала в руки иностранного капитала. К началу Первой мировой войны страна далеко отстала от передовых государств по уровню развития своего топливно-энергетического комплекса. В 1913 году Россия уже в 4 раза уступала США по добыче нефти, в 14 раз по добыче угля и в 13 раз по производству электроэнергии. И этот разрыв только возрастал. Советское правительство стало первым правительством на Земле, которое поставило развитие энергетики в основу развития экономики, разработав и реализовав план «Гойл-Ро». Энергетика росла опережающими темпами и в рамках всех пятилетних планов развития народного хозяйства быстро растущие энергетические возможности страны двигали вперед всю экономику. В результате в 80-е годы наша страна занимала первое место в мире по добыче нефти, газа и угля и второе место в мире после Соединенных Штатов Америки по выработке электроэнергии. Причем разрыв с Америкой все сокращался. Интересно, что если бы темпы развития электроэнергетики, достигнутые СССР и США в первой половине 80-х годов сохранились, то в 2009 году Советский Союз превзошел бы Соединенные Штаты по производству электроэнергии. Учитывая, что электроэнергия потребляется и в быту, и во всех отраслях народного хозяйства, это означает, что СССР неизбежно опередил бы США и по общему объему экономическому потенциалу. Мы стали бы крупнейшей экономикой мира, но так называемая перестройка, разрушение СССР и реставрация капитализма лишили нас этого исторического шанса. Сегодня наш топливно-энергетический комплекс, созданный в основном трудом советских людей, дает около 40% доходов государственного бюджета. По сути, именно благодаря этому наследию мы можем платить пенсии пенсионерам и зарплаты бюджетникам. Но главная проблема нашего ТЭКа в том, что последние 25 лет он живет по большому счету не в режиме развития, а в режиме донашивания этого советского наследства. Большую тревогу вызывает положение дел в электроэнергетике. По официальным данным Росстата, кстати, эти данные почему-то сильно расходятся с данными министерства, за 92-2015 годы, то есть за годы капитализма, в России введен всего 31 миллион киловатт новых мощностей электростанций, то есть в среднем чуть больше 1 миллиона киловатт в год. Для сравнения, 60-80-е годы 20 века в РСФСР в среднем каждый год водили по 6-7 миллионов киловатт. Более 85% ныне действующих мощностей электростанций – это еще советские мощности, которым минимум 25 лет, а в основном 40-50. Их срок службы подходит к концу. Например, советские АЭС строились в расчете на 30 лет работы. Бесконечно продлевать срок их эксплуатации просто опасно. Из-за старения фондов электроэнергетики под угрозой находится не только будущая экономика России, но и жизнеобеспечения нашего населения. В 2007 году Чубайс утверждал, что продажа генерирующих мощностей частников приведет к инвестиционному буму. И в 2011-2015 годах будет введено 60 миллионов киловатт новых энергомощностей. В реальности, по данным Росстата, введено 13 миллионов киловатт, в 5 раз меньше. То есть реформа РАУ-ЕС провалилась, как и практически все мероприятия, к которым имел отношение этот господин. Да, сейчас ситуация со строительством электростанций несколько лучше, чем в ельцинские времена и в 2000-е годы. Но очевидно, что нынешних темпов строительства все-таки недостаточно для современной и своевременной замены огромного массива изношенных мощностей. Генерирующие компании в основном завершили ввод энергоблоков по договорам на поставку мощности и мало заинтересованы в дальнейших инвестициях. Мы считаем, что та часть электроэнергетики, которая остается государственной, это атомная и гидроэнергетика, должны получить значительно более масштабные государственные инвестиции. А частники, которые, прямо скажем, купили нашу тепловую энергетику за незначительную часть ее реальной стоимости, должны получить обременение в виде новых серьезных обязательств по воду мощностей. Только тогда угроза техногенной катастрофы перестанет маячить у нас на горизонте. Что касается других направлений развития ТЭКа, то очевидно, что главным направлением в последние 15 лет стало создание новых экспортных артерий, по которым наши энергоресурсы текут в другие страны. Но я прошу вас, Александр Валентинович, обратить внимание на тех людей, которые живут рядом с этими артериями. В этом году я побывал на Сахалине, в городе Корсакове. Рядом с городом построен нефтеналивной терминал, а также огромный завод по сжижению газа. Но в самом Корсакове нет газа. Другой пример. В городе Находка Приморского края и его окрестностях построено несколько гигантских открытых угольных терминалов. В результате 150-тысячный город задыхается от пыли, а ведь можно строить и закрытые терминалы. Также существуют эффективные, хотя и не дешевые технологии пылеподавления. В обоих случаях речь идет о том, чтобы ограничить жадность сырьевых и стивидорных компаний и заставить их поделиться частью своих доходов для создания нормальных условий жизни людей. Важнейшее значение для страны имеют тарифы ТЭКа, потому что они во многом определяют и конкурентноспособность нашего производства, и плату за услуги ЖКХ для населения. Вот показательные цифры. С 1999 по 2016 год цены на товары и услуги в России выросли в среднем в 6 раз. Но при этом, по данным Росстата, за это же время средняя цена, по которой промышленные предприятия покупают электроэнергию, выросла в 9 раз. Цена на теплоэнергию в 9 раз. Цена на газ в 14. А для населения стоимость электроэнергии выросла в 14 раз. Газа в 16. Отопление в 31 раз. Горячее водоснабжение в 39 раз. Что это значит? Это значит, что энергетические тарифы сегодня душат Россию. Мы живем в самой холодной стране мира. Но при таком скачке цен на энергоносители наши предприятия не смогут успешно конкурировать с промышленной продукцией тропических стран Азии, которая заполняет наш рынок. А рост тарифов ЖКХ изымает у наших граждан такую же часть доходов, которая серьезно покрывает их покупательскую способность. Это все тормозит развитие экономики. Хочу напомнить, что за последние 20 лет наша страна пережила три резких девальвации рубля в 1998, 2008 и 2014. Нет худа без добра. Ведь каждая девальвация увеличивала конкурентоспособность отечественных товаров. Но только один раз вслед за девальвацией последовал быстрый промышленный рост и подъем производства. Это было в 1998-1999 годах благодаря работе правительства Примакова и коммуниста Маслюкова. Один из главных рецептов этого успеха в том, что правительство не позволило энергетическим монополистам после девальвации резко увеличить тарифы. А вот последующие правительства не смогли или не захотели сдерживать стремительный рост цен на энергоноситие. Несмотря на увеличение доходов, вызванное скачком энерготарифов, компании российского ТЭКа допустили старение своих производственных фондов. При этом они жалуются на нехватку средств и просят налоговые льготы. Но почему-то в стране все больше увеличивается количество долларовых миллиардеров, большая часть которых связана с ТЭКом. Подводя итог, хочу сказать, что развитие топливно-энергетического комплекса требует принципиально новых подходов. Если мы не хотим через некоторое время окончательно проесть наследство СССР и остаться у разбитого корыта, мы должны серьезно посмотреть на вопросы развития ТЭКа. Наша партия в этом направлении видит необходимость процесса ренационализации. Отмечу, к примеру, что российская нефтяная отрасль по оценкам экспертов была приватизирована всего за 3% ее реальной стоимости. Национализация ТЭКа принесет в государственный бюджет триллионы дополнительных доходов, позволит снизить энергетические тарифы для предприятий и тарифы ЖКХ для населения. Это решение необходимо стране, это решение поддерживается народом. Спасибо.